Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим о том, как определить, что ваш виноград уже созрел. Мы сегодня будем разговаривать в основном все-таки о столовых сортах винограда. И второй вопрос, который мы сегодня затронем, мы поговорим о том, зачем измерять сахар в столовой ягоде. Как понять, что ягода созрела? Первое, конечно же, по цвету. Если это сорт светлая, то когда ягодка желтая, значит она зрела. Хотя бывает, что ягода и будет зеленоватых оттенков, тем не менее она будет уже зрелая и готовая. Покажу вам на примере Супер Экстры. С солнечной стороны ягодка желтая, с теневой ягодка зеленоватая, но если мы ее попробуем, она вкусная. В принципе, со столовыми сортами все просто. Когда ягода вкусная, значит она и созрела. Где-то вы можете встретить информацию, что определяют по косточке, когда косточка коричневая, ягода созрела. Это справедливо, но в большей степени для технических сортов винограда. Ранние столовые сорта, у них мякоть созревает раньше, чем созревает косточка. Ну, конечно, если вдруг вы встречаете коричневую косточку уже в своих столовых сортах, это говорит о том, что все, ягода точно готова и точно ее можно употреблять. Что касается темноокрашенных сортов, здесь все гораздо сложнее, потому что они могут принимать окраску в разное время. Есть сорта, которые вообще окрашиваются очень рано, но это не говорит о том, что они зрелые. И здесь мы полностью ориентируемся на наш вкус. То есть, несмотря на то, что ягода может быть синей, черной, тут, к сожалению, птица поела, мы просто берем какую-нибудь одну ягодку из гроздочки и пробуем. Если нас все устраивает, есть вкус, есть особенно сортовой аромат, такой как мускат, например, то все в порядке, ягода зрелая и тоже ее можно есть. То есть, если нам что-то не нравится, либо есть такие посторонние травянистые тона, либо много кислоты еще, то в таком случае есть смысл подождать, пока эта ягодка еще дозреет, еще наберет свои кондиции. Ну, помним, опять же, что касается косточки. Если косточка коричневая, значит, точно созрел. Ну, если косточка еще зеленая, то в столовых сортах это особо ничего не значит. И сложнее всего бывает с розовыми сортами, поскольку они набирают цвет по-разному. Вот сейчас нет возможности показать, но тоже преображение, оно бывает в зависимости от погодных условий, практически желтенькое, а бывает розовое. И то, и то может быть хорошая и вкусная ягода. Ну, и кроме того, есть розовая сорта, имеющая интенсивную окраску, которая в дальнейшем, при долгом весеннем на кусте, может переходить в синий, даже практически в черный. Как пример, сеня, сейчас у него вот такой окрас, эта гроздь практически готова. То есть ягода вот в этом цвете, она сладкая, и она уже имеет свой сортовый аромат. Там четко слышны нотки муската. При этом, если она будет висеть долго, в каком-то году, была возможность подержать на кусте, ягода переходила прямо в черный цвет. То есть здесь тоже мы плюс-минус знаем особенности сорта, подходим, пробуем. Если нам ягодка нравится, сортовой аромат есть, то ее можно и нужно кушать. И маленький совет начинающим виноградарям. Не спешите срезать целую гроздь. Бывает, да, что вам кажется, вот уже все созрело, вы даже не попробуя срезали, ну а потом попробовали, оказалось невкусно. Либо попробовали одну ягодку, гроздь срезали, ну а дальше, как бы, может быть не очень. Почему? Потому что в грозди бывают ягоды, созревают неравномерно. Поэтому попробуйте не одну, две, три в разных частях этой самой грозди, да, особенно если с теневой стороны вот там все хорошо, да, ягода вкусная, ну тогда можно смело срезать целую гроздь, тогда вам будет вкусно. А теперь переходим к вопросу, зачем измерять сахар в столовых сортах винограда. Обладатели вот такого чудного прибора, рефрактометра, начинают ходить и мерить всю подряд ягоду, в том числе и ягоду столовую. В принципе, даже в описаниях некоторых столовых сортов встречается определенная цифра сахаристостей, но делать, вот мерить сахар, да, и в принципе вот информация про сахаристость в столовых сортах, она, в общем-то, нужна очень ограниченному кругу лиц тем, кто ограничивает себя в сахаре. Вот тогда, да, я соглашусь, эта информация, она будет полезной. Во всем остальном мерить сахар в столовых сортах абсолютно бессмысленно, потому что вам эта цифра не даст ничего. Наше ощущение сладости, оно формируется не только за счет содержания сахара, но и за счет содержания кислоты. И поэтому, если в какой-то ягоде кислоты мало, то даже там 16% сахара для вас будет очень вкусно и сладко. А если кислоты будет много, то даже 20% сахара вы можете не почувствовать, и вам такая ягода будет казаться кислой. То есть здесь важен именно баланс. Это очень хорошо знают те, кто занимается техническими сортами винограда. И вот для технических сортов нам сахар измерять важно, потому что сахар – это потенциальный спирт. Ну а для столовых, повторю, что эта цифра для вас ровно ничего не значит. Для вас, для столового, для потребителей столового винограда важно, чтобы вам было вкусно, да, ну, либо что-то может быть невкусно. Вот это действительно важно. Ну, а процентное содержание сахара, конечно, если кто-то себя ограничивает в потреблении этих самых сахаров, ну, мало ли, всяко бывает, да, тогда имеет смысл это померить, ну, выбирать какие-то сорта вот с этим самым низким содержанием сахара и низким содержанием кислот. Тогда они для вас тоже будут сладкие и вкусные. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку «Еще». Ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч!